Безвизовый режим между Россией и Монголией будет действовать с 14 ноября. В рамках подписанных соглашений президентами этих стран, теперь граждане России и Монголии могут находиться без виз в течение 30 дней. Добыча золота – одна из основных статей доходов. Геологами выявлено более 240 месторождений. В настоящий момент на территории нашей республики работает более 40 золотодобывающих предприятий. В данной отрасли трудится 5000 человек. Сегодня на торжественном заседании, посвященном 170-летию золотодобычи в республике, были подведены итоги работы. Я в своем поздравлении пожелал всем нашим коллегам справедливой цены. Но сегодняшняя цена несправедливая, низкая. Это одна сторона, обращающая немножко наш праздник. Ну и вторая, как бы, нас и касается, и санкции. Это, прежде всего, доступность дешевых кредитных средств, которые сейчас в банке, как бы, трудности испытываются с привлечением дешевых кредитов из-за рубежа. Это два момента, которые, как бы, неположительно будем говорить, влияют на развитие золотодобычи в нашей стране. Мы, со своей стороны, предприняли меры. Мы не хотим переориентироваться на азиатский рынок. Улан-Удэнские студенты начали сдавать нормативы ГТО. Сегодня, 6 ноября, на базе индустриального техникума прошли соревнования среди СУЗов по физической подготовке, готов к труду и обороне. Студенты соревновались в шести видах спорта – прыжках, подтягиваниях, отжиманиях, наклонах, а также стрельбе из пневматической винтовки.